Цихлозома Северум Выносливость и приспособленность Северум делает их куда более интересными и желанными для начинающих рыбоводов по сравнению со своими близнецами. Цихлозома имеет вид диска, ее тело приплюснуто с боков и немного вытянуто вверх за счет маневров на воле между водорослями и подводной живностью, что еще больше говорит о ее приспособленности к месту обитания. В неволе же рыба выглядит иначе, ее тело больше вытягивается и это делает ее более схожей со своими братьями по виду. Размер цихлозомы Северум достигает не больше 20 сантиметров. Окрас у рыб колеблется от нейтрального альбиноса до преобладания блестящих желтых и зеленых оттенков в зависимости от присутствия или отсутствия у рыб доминантного гена. Также ее тело украшено штрихами вокруг головы и жабр и красной оборкой вокруг глаза. Держать цихлозому Северум в аквариуме не так сложно. Эта рыба интеллигент, она хорошо ладит с другими рыбами, как маленькими, так и крупными. Она не любит касаться растений, рыть грунт и обходит все аквариумные аксессуары с невозмутимым видом. Но, так как дискусы любят охотиться, можно создавать им небольшие заросли с живых водорослей. Это будет помогать более мелким обитателям аквариума скрываться от редкой агрессии Северума. Еще нужно не забывать о тревожном и эмоциональном периоде нереста. Они не любят и не потерпят чужих рыб возле своих кладок. Является преимуществом ложного дискусса и то, что эти питомцы будут радовать вас своим сдержанным поведением и красками около 15 лет. Новичкам в сфере рыбоводства эти рыбки подойдут как никто другой. Спокойные, нетребовательные и яркие Северуме составят достойную замену любому дискусу, а мечтающие о блестящих больших цихлидах будут довольны сполна своими питомцами. Вода температурой 21-24 градуса Цельсия, фильтрация, своевременная подмена и правильное питание рыб. Единственное, что требует внимания. Будучи все-таки хищной рыбой, в рацион Северума должна входить и еда из животного происхождения. Это могут быть маленькие рыбки, дождевые червяки и креветки. А аквариум должен быть из разряда чем больше, тем лучше, но не меньше 150 литров воды на пару этих рыб. Разведение цихлозомы, стимуляция нереста у Северума проходит так же, как и у других цихлит. Нужно повысить температуру обитания на несколько градусов и добавить чистой воды. Икру рыбы мечут в основном на вертикальную поверхность, иногда подойдет и наклонная. За раз девочка Северум мечет от 350 до 900 икринок. А если повезет, то возле гнездышка вы можете увидеть первый танец врачующихся, который походит на вальс, во время которого рыбки цепляются друг за друга ртами. И личинное время и инкубационный период длятся около 7 суток. Еще у этих рыбок есть секрет, который избавит вас от заботы о малышах на первое время. Это способность выделять пищу для деток из эпителия. И после вполне можете приветствовать пополнение в семью. Также немало интересным фактом является то, что эти рыбы могут заводить и моногамные семьи, две мамы. Только икринки таких родителей станутся неподотворенными. Цихлозома Северум интересная рыба, как для начинающих увлеченных подводным миром фауны, так и для опытных любителей рыб и аквариумной жизни. Для новеньких эта рыба способ завести себе очень интересную и неформальную рыбку. Не сложную в содержании, а для настоящих ценителей цихлит. Северум займет достойное место в вашей коллекции.